Молодой человек, тот, который неженатый, у него пояс завязан на мужскую сторону, он может выйти, покрутить поясом и сказать, девчата, я свободный, я вольный. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» открылся на территории Куйбышевского района Самары 12 сентября 2021 года. Это уникальный объект, объединивший жителей многонациональной Самарской губернии. Наш этнопарк дает возможность погрузиться в культуру и не только одного народа, но и 20 основных проживающих народов. Если человек, например, имеет одну национальность, то он приходит в дом, погружается и получает знания. А многие приходят и говорят, а у меня несколько национальностей. И тогда он заходит в каждый дом, говорит с экскурсоводами, слышит язык, речь, культуру, и это просто замечательно. Парк дружбы народов – это архитектурный ансамбль из 21 национального дома и подворья, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. Каждое подворье – небольшой музей национальной культуры. Здесь можно увидеть, каким был быт и обычаи татар, поволжских немцев, армян, азербайджанцев, осетин, мордвы, марийцев и других соседей сотни лет назад. Мы в татарском доме. Встречает нас мужчина и женщина в татарских национальных костюмах. Это у нас зона, вот здесь комната, здесь детская и спальня. Вот колыбель детская, она аудентичная. Здесь предметы утвари, тоже претендуют на аудентичность, потому что они собраны из разных зеленых пунктов. Это и маслобойка, и кувшины, и керосинка, и шкафы, и вот эти шкафы, посуда, кругу толочь, ступа. Все это привезено, я думаю, что даже они сохранились на той самой поры начала 20-го, конец 19-го века. И здесь, в центральной части дома, элемент такой полоти, всякие по-татарски, где и спали, и отдыхали, и пряли, и детей пеленали, и просто чай пили. Вот это полоти такой универсальный, такой хороший элемент татарского национального дома. Национальные дома построены по принципу равенства. Все помещения имеют примерно одинаковую площадь, территория каждого подворья 500 квадратных метров. Национальные дома и подворья возведены на берегах озер, каждый дом имеет свой выход к воде. Дома отличаются не только по внешнему виду, но и внутренним убранством. Жители и гости Самары могут посетить это место как в составе группы, так и индивидуально. По словам организаторов парка, это один из любимых и популярных туристических маршрутов. Этнопарк – это площадка для городских праздников, фестивалей и мастер-классов. Мы проходили совместно с Институтом культуры такой большой первый областной фестиваль, посвященный Троице. Он прошел здесь у нас на территории парка. К нам приезжали более 300 творческих людей, участников творческих коллективов со всеми Самарской области. У нас праздновался и День России. Мы организовывали День ремесника, День фольклора. Организовываем мастер-классы, организовываем праздники, различные шоу-программы. Этнокультурный комплекс стал настоящим центром притяжения для самарцев. За два года в парке дружбы народов побывало около 40 тысяч человек. Взрослые и дети, школьники и студенты, семейные пары с маленькими детьми, люди старшего поколения. Всем интересно прикоснуться к истории и культуре разных народов. Что это за люди, которые работают в этом этнокультурном комплексе? Это наши активисты, это представители наших национально-культурных центров, с которыми взаимодействует администрация городского округа Самара. Мы совместно прорабатываем варианты проведения праздников, мы прорабатываем концепции взаимодействия с населением городского округа Самара в рамках осуществления тех проектов, которые проходят на территории этнокультурного комплекса. Разные дома, поговорить с разными людьми, обменяться впечатлениями с такими же самарцами, которые пришли и приобщились к культуре народов многонациональной Самары. В настоящее время парк активно реализует программу поддержки граждан, вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР, пребывающих в Самарской области, а также членов семи участников СВО. Для данной категории лиц на системной основе проводятся бесплатные экскурсии. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok